мы сегодня не полным составом сегодня нас очень мало сегодня у нас второй урок письма вчера мы с вами попробовали ознакомились не первый раз помним писать приходится много поэтому я вас готовила к этому заранее благодаря тому что мы с вами очень много писать вы же помните про красивый почерк к новому году мы похвастаемся работаем как мы умеем красиво писать да ручки будут уставать и я вам об этом ничего говорила но мы будем делать с вами очень много размина из внутрь будем делать передышки наши пальчиковые чтобы у нас ручки отдыхали у меня девочки прилежные работаете у меня в страде очень хорошо сегодня у нас первый урок такой интересный уже не просто повторение как мы обычно с вами начинаем а урок уже более такой осознанный сегодня я бы хотела с вами начать с того что мы уже с вами изучили так а где у нас наш дом как называется наш дом алфавит сколько и какие комнаты мы в нем уже с вами знаем глухие и звонки хорошо а теперь я немножко хочу по другому работу сегодня с вами построить не так как обычно я спрашиваю вы отвечаете сегодня я хочу наоборот точнее я хочу вас спросить а вы уже будете сами проводить примеры которые вы запомнили за все эти уроки по русскому языку которые мы с вами уже изучили хорошо попробуем вспомнить понять всю нашу информацию по русскому смотрите я хочу услышать примеры от своих девочек на примеры жителей из комнаты глухих звуков кто помнит какие у нас есть глухие звуки глухие звуки еще какие вы можете опираться на наш домик внимательно осмотрите глазками наши буковки глухие звуки это какие которые как слышно ушками тихо тихо а звонки это какие или слабо громко мы их четко они некоторые даже можем прописали да и гласные звуки мы абсолютно все можем с вами точно давайте вернемся к глухим комнате наши глухими жители мы назвали с вами звук т звук какой еще двуков теперь приступим к звуков Хочу услышать звонки. Да. А какая пара у звука Б? Его очень четко слышно. Да. А пара у него какая? Б? А глухой, который очень похож? П? Точно, да. Это пара звуков, которые есть один звонкий и один глухой в паре. Правильно? Но они очень похожи, когда услышим. Дальше. Какие еще звонкие звуки мы знаем? И. Это рада. Это рада, да. Тр-ц. Отлично, девочки. Молодцы. Вспомнили. А теперь назовите мне пример из комнаты гласных. Просто ни звонкие, ни глухие мы их с вами повторили. Я вставляю его в сторонку. Теперь хочу услышать гласные и согласные. Вспомним? Угу. Какие? Давай. Ярослава у нас называет примеры гласных звуков. Три. А Велеслава у нас называет? Са. А Велеслава у нас называет примеры согласных звуков. Тоже три. Хорошо? Угу. Угу. Добрый ряд. Угу. 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 Это будет помощь. Три гласных звука хотела пишеть. Гласные. Помнишь, кто такие гласные? Это звонки, да? Да, это звонки, конечно Гласные, слишком звонки Их можно петь даже Какие гласные звуки, любые три примера Ты помнишь, приведи подолг А Еще О И третий Г Гласный Разве это гласный? Он согласен Точно У А, О, У Все хорошо, согласна Теперь Даня попробует Даня попробует Даня, теперь я хочу услышать На оборотах твоей сестрички Согласные звуки у тебя Хорошо, а еще Ё Разве это согласная? Или гласный? Ё Смотри, как хорошо она звонка звучит Ё, это же глаз, смотри Ё Ё И повторяй за мной корон Пара твердых и пары мягких звуков Хорошо? Сначала повторим, как обычно мы с вами делаем Твердые А затем мягко эти же звуки Хорошо? Вы же у меня уже хорошо это знаете? М М М М К К Ч Ч Р Р Р Д Д А теперь все то же самое, только мягко Помним? Да М Ми Ми Ки Ки Ч Ч Ри Ри Ди 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 Молодцы, хорошо Б И хочу услышать по одному примеру от каждого из вас На звук Б хочу услышать любое слово, любое предметы Давай Бочка Бочка, хорошо Барабан Барабан, отлично А Даня? На звук Б какой-нибудь вспомнить словечного? Баран Баран, отлично Рада? Баба Баба, хорошо Булочка Вообще-то я уже говорила Бочка же была А это бочка Да? Да, я говорю бочка Ну, а ты сказала бочка, а Венеслава говорит булочка Ой, ой Так, теперь звук Д Дерево Как ученики внулись? Дерево, хорошо Ярослава Даша Рада? Ну, вспоминай Любое-любое предмет, слово за окном поглядит Самое главное Слово, которое видно у нас из окошка На звук Д Дерево Дерево, конечно А деревья у нас сейчас какого цвета? Такого цвета? Золотого А время года у нас сейчас такое? Осень Осень, точно Даль Почти в одну не попали Ты же уже взрослый Ты же уже почти-то почему Я хочу услышать любое словечко на звук Д Дмитр 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 Точно А дмитр Будет начинаться на звук Д? Да Хорошо А теперь А теперь Последний наш завершающий звук Это будет звук М М Машина 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 Ярослав На звук М На звук М Какое первое словечко пришло тебе в голову? На звук М Кто самый главный человек в нашей жизни? Кого мы больше всех любим? На звук М М Мама Правильно? Да Мама Я хотела им то сказать Мама, да А Рада? Машина Машина Папа Папа разве на звук М? Мама тогда получится у тебя Мама Да Мама Точно Хорошо Мама Мама Так Ладно Продолжаем дальше Теперь Я вам произношу Отдельные слоги А вы мне складываете цельное слово Это не помним? Мы уже с вами это делали? Грохот 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 Хорошо Магазин 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 Доска. Доска. Доска или доска? Доска. Доска, конечно, нету слова доска. А полка? Полка. Полка, хорошо. Сказки? Сказки. Хорошо, молодцы. У тебя все хорошо? Синя, что такое? Что такое? Ничто. Рот, кот. Вы видеваете? А я располагаю мою руку, которую она подарила. На зелочку. Пошли-то за колочку. За колочку. Девочки и мальчик. На, гости. Рот, кот. Рот, кот. Что меняется? Потому что в род слове первая буква Р. Буква или звук? Звук. А в слове кот буква К. Звук такой. Рот, кот. Угу, хорошо. Молодцы. То есть, меняется первый звук в слове, да? Угу. Сначала был звук Р, а потом стал звук К. А теперь посмотрите. Другая пара. Немножко по-другому перевернем. У, шум. Шум. Что здесь меняется? Рада? Угу. В слове У. Звук первый на У. Угу. Хорошо. А в слове ШУ? Звук ваше. Да. Мы поставляем звук Ш. И получается уже новое слово. Из слова У получается звук ШУ. Верно? Угу. Угу. Верно. Дальше. Ночь. Дочь. Что здесь меняется? Давай, Версла. В слове ночь первая буква Н. Угу. А в слове... Дочь? В слове дочь первая буква Д. Ночь. Дочь. А звук или звук? Звук. Угу. Угу. Приступим к самому главному. Сейчас я вам раздам ваши прописи. Так. Сейчас я найду. Мы же вчера подписали с вами? Да. Да. Мы с вами вчера подписали. Сейчас я найду наши рабочие прописи. Алюша. Да. Смирнова Венислава. Так. У нас арифметика. Арифметика. Я хочу найти у нас... Вот он. Смотри. Вот он. Я хочу найти у нас письмо. Так. Увидеть пелья. Илюша у нас сегодня отсутствует. Заборал. Да. Илюша у нас захорал. Заборал. Так. Галяткин Данил. Это ты что ли у меня? Да. Так. Эжедачка. Я. Хорошо. Так. Смирнова Венислава. Здравствуйте. Это, наверное, к вам приехал? Да. Да? Да. Уже. 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 Держи. Так. Дальше. Это у нас кто? Галяткина Рада. Здравствуйте. Ты что-то писала? Покажи. Так, ребят. Так, писал. Пока ничего не трогаем. Давайте разберемся с Адой. Можно я рисую вот эту полосу? Да. Подожди, Дарья. Подожди. Это мне тоже дорисовать. Так, ребят. Подождите меня, пожалуйста. Нет ничего. Ничего не трогаем. Можно я рисую свою строчку, которую я не написала? Подожди пока. Ох, у нас вот на катере заклинуло. О-о-о! Так. О-о-о! О-о-о-о! Тихо-хо! 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 Кто это называет? Смотрите. Да, пошел. Да, Александр, смотрите. на чем мы закончили вчера вижу палочки кто где у меня закончил ярославна ты у меня заканчиваешь свой элемент до конца велеслава заканчивает вот этот элемент маленькую палочку и прорисовывая тебе нужно закончить вот это кольта у меня вчера вот это действительно все делала давай заканчиваем этот элемент и дальше что я скажу делать хорошо так ребят кто закончит ручки сложили правильные и ждем остановить так ребят кто сегодня не мешаем илюшу нету сегодня тебе болтать лески поэтому не мешаем никому и присыпаем палочек я очень не смешаю смешаю потому что он не загружен да и сегодня мы все хорошо давай пример покажу а дальше ты сама хорошо смотри сверху вниз мы начинаем вот смотри одна клеточка чтобы вверху у нас ставишь и так далее сверху вниз работаем одна клеточка сверху должна у нас остаться сделала так ты у меня закончил до конца все я нашла на ручке правильно нет пока тут мы не приступаем маленькой тут интересное в чем у тебя остается сверху маленькая клеточка одна и снизу маленькая клеточка одна а сама палочка помещается в две клеточки верно давай начинаем с маленькой сверху вниз все немножко посидим ручки ручки покрути вот так ручки чтобы у тебя кисть отдохнула потом приступаем к следующему минуту пишем с вами пишем и пишем и пишем так уже отдохнула ручка у тебя? да мне всегда руки растут так так переслабь сверху вниз помнишь да? угу вниз внизу вверх так рад как ты у меня работала да? очень, очень аккуратно получилось а у меня не слишком так лучше вместе поработаем так стараемся аккуратно помнишь угу все еще с мамой стекли ручку что нам нужно все а теперь можно приступать вот к следующему минуту мам да чтобы наклон был вот какой это палочки хорошей и за края старайся не наладить хорошо? ничего страшного теперь пропускай но старайся у меня уже две ошибки мы же только учимся с вами писать поэтому я говорю вам в замечаниях сейчас чтобы они были аккуратны все поровняем ничего страшного научимся все будем одинаково абсолютно писать потому что они постарше меня все нормально хорошо рад у тебя получать мне очень нравится как ты на прописках пишешь хорошо это только не я писала у дяди да давай тогда ручками отдыхай сама разминку себе проводи отдыхай ручками я постоянно не удерживаюсь и зеваю ну ничего страшного мы уже утром мы все с вами только позднулись приближались собрались покошли потому что я рада встану я зима я тоже рада встану я тоже рада встану а мы не переложим у нас осталось буквально 2-3 минутки до конца я порисовала я разговариваю а теперь про него медалочка я смотри буква поняла какая буква данька рисовать хочет я я рассладываю сейчас дарюшка подожди не отвлекайся дно у нас небольшая перемена на перемене это было тогда 5 метров Мирослава, а ты знаешь, какой буквой ты приступаешь? На какую-то буквой это похоже наше направление? Буква Ш. Только она с хвостиком теперь, она уже такая прописная. Все похожи. Да. Это буква Ш. Мы приступаем к букве Ш, мы берем туда уже первую буковку пошли. Пробуйте, как получается, ничего страшного. Видите, из палочек мы с вами перерастаем в буковки. Так, что там у нас, Мирослава? Ты делаешь, видишь, тут уже аккуратно у тебя получается. Все хорошо. Потому что это по длине. Ну все, будешь продолжать стараться и будет неплохо получаться у тебя. Санечка, ты так смотришь? Да. Да. Потому что вот эти палочки. У нас длина. Так. Так. И у нас еще много. Отдыхай. Все. Я думаю, что тяжеловато. Удыхай. Все. Я думаю, что тяжеловато. Удыхай. Тяжеловато. Удыхай. 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 А так, на следующем уроке мы закончим сами. Сейчас просто отдыхаем. Раду у нас заканчиваем тоже. И тоже я. А потом уже. Я раньше просто помогаю за коллеги хода. А не хода? Да. Дорога, да. Мы раньше наделись у вас очень много твоих одежды. Сады. Так, ты расслабляешь. А девочки, давайте присягнем. Сейчас как только звонок прозвони, пойдем мы поиграем. И ног. А после... А после... А после... А после играть опять будет. Нет, после играть опять будет. А после играть опять будет. Как вчера мы в баранке. Может быть, маленький хотят. Давай покажу. Я уже забыла. Вот так нельзя. Вот так. А так нельзя. С irresponsible. Хорошо-то. Очень понравится.